Всем привет! Как-то давно меня просили рассказать про трехконтактный геркон. На столе у меня лежат два геркончика. Точнее один геркон, а второй это герконовое реле. Но это герконовое реле выполнено на основе подобного же геркона, только имеющего три контакта. Зачем три? В этом герконе всего лишь два контакта и под действием магнитного поля они замыкаются и геркон начинает проводить ток. В трехконтактном герконе добавлен еще один проводник, который в случае воздействия магнитного поля замыкается точно так же, как реле с нормально замкнутыми контактами. Точнее, пара контактов всегда находится в замкнутом состоянии и под воздействием магнитного поля размыкаются. И наоборот, в нем же находится пара контактов, которая в нормальном состоянии разомкнута, а под действием магнита замыкается. Мы не будем проводить банальных опытов, когда я подношу магнитик и лампочка загорается. Мы рассмотрим вот этот трехконтактный геркон уже с обмоточкой реле и что на нем можно сделать. Четыре популярные схемы я вам сейчас продемонстрирую. Итак, чтобы сделать реле из обыкновенного геркона, нам, конечно, потребовалось бы намотать на него катушку проволоки, либо же воспользоваться готовой. То есть, если их совместить, мы получим нечто подобное. Здесь внутри катушки с проводом находится вот такой геркон, только имеющий три контакта. А теперь давайте посмотрим, что у него есть из контактов. Вот эти пара контактов, это уже замкнутые в нормальном состоянии контакты. Их можно хорошо использовать для всякого рода самоделок. Вот на эти контакты выведена катушечка медного провода, и она имеет сопротивление примерно 1600 Ом. Ну, а этот контакт в данном случае разомкнут. Давайте соберем самую простую схему, чтобы воспользоваться, так сказать, преимуществами вот этой вот прекрасной сборки. Коммутировать достаточно большие токи она способна. Не требует, в отличие транзисторов, радиаторов, но, правда, имеет мизерное быстродействие. Для сборки схемы я включаю последовательно группу замкнутых контактов и катушку герконового реле. Здесь у меня контакты замкнуты, поэтому при подаче питания через зеленый провод на катушечку реле сразу пойдет ток. Как только ток пойдет, контакты, так как они в нормальном состоянии были замкнуты, они разомкнутся. Они разомкнутся, ток прекратится, но при этом воздействие магнитного поля прекратится тоже, и контакты замкнутся снова. Итак, первая схема практически готова. Первая схема называется герконовая жужжалка. Давайте продемонстрируем и послушаем, как она работает. Подведу камеру поближе и включаем. Но такой звук слишком тихий, и поэтому, не отходя от кассы, мы продемонстрируем схему герконовой сигнализации, которая очень громко кричит. Для того, чтобы она громко кричала, мы добавим динамик, а чтобы он не сгорал от перенапряжения, мы поставим ограничительный конденсатор, который будет проводить только переменный ток и избавит этот динамик от воздействия постоянных токов. Мы подключаем его параллельно катушке. Теперь, когда будет напряжение на катушке скакать, наш динамик будет громко верещать. Схема вторая. Герконовая верещалка. Но так как геркон является магнитоуправляемым реле, то можно воспользоваться этим свойством, чтобы изменить тон вот этого завывания. Давайте я сейчас замкну контакты и буду подносить вот такие кольцевые магниты к герконовому реле. Я, конечно, не музыкант, но музыку некоторую я исполнил. Не отходя от кассы и не мудрствуя особо, давайте сделаем из герконового реле самый настоящий повышающий преобразователь, который очень даже сильно бьет током. Поверьте, проверял на себе. Больно. Для того, чтобы сделать повышающий преобразователь, а точнее продемонстрировать его работу, я заменил динамик с конденсатором вот такой неоновой лампочкой. Неоновая лампочка подключена параллельно катушке. И если кому-то понадобятся схемы исполненных мной устройств, то пожалуйте по ссылочке на запасной канал без всякой рекламы. Там все это будет нарисовано карандашом. Пока говорил, давайте посмотрим. Я думаю, прекрасно видно, наш геркончик вырабатывает высокое напряжение, которое заставляет светиться вот эту вот неоновую лампочку. Причем ярко. С этой задачей мы тоже прекрасно справились. И теперь, не отходя от кассы, следующая схема. Честно говоря, я уже сбился со счета. Для демонстрации следующей схемы нам практически ничего не надо переделывать. Не надо ставить умножителей, конденсаторов и модуляторов. Давайте сделаем из герконового реле передатчик. Самый настоящий передатчик диапазона длинные и средние волны. Правда, этот передатчик будет передавать морзянку. Я поставлю мой приемничек рядом. И мы послушаем радиопередачу. Это герконовое реле может передавать на достаточно большое расстояние. Если к катушке, которой мы подсоединяли динамик и неоновую лампочку, подключить с одной стороны антенну, а с другой стороны заземление, то можно отнести приемник в соседнюю комнату, и даже там будет слышно, как происходит передача радиосигнала. Этот провод будет являться антенной и будет передавать наш радиосигнал на дистанцию практически 10-15 метров. Конечно, я не буду сейчас бежать за 10 метров, но хотя бы отодвину радиоприемник подальше. Таким образом, вот этот трехконтактный геркон практически без видоизменений позволяет нам сделать очень простые в употреблении устройства, которые может повторить каждый. Устройство такого герконового реле, конечно же, сродни обыкновенному реле. И все те опыты, которые я только что вам показал, доступны в исполнении и на такой релюхе. Но совсем недавно я показывал, как сделать на таком вот реле таймер, который запоминает время. Ссылочку найдете в описании. Вы нажимаете кнопочку, и в зависимости от того, как долго вы ее держали, после этого светится лампочка ровно столько, сколько вы продержали пальцем замкнутые контакты. То же самое можно сделать на таком герконовом реле. По сути своей, оно практически ничем не отличается от обычных реле. Но вы видели, что когда я делал звуковую установочку, то я управлял этим реле с помощью магнитного поля. В качестве магнитного поля для этого герконового реле может служить либо ее катушка, или его катушка, да, его катушка, либо катушка, намотанная сверху. Дело в том, что внешнее магнитное поле можно модулировать. И можно модулировать его, к примеру, звуковым сигналом. И тогда уже наша радиопередача, которую только что мы слушали, и я пользовался проводом как ключом, может приобретать человеческие оттенки. А точнее, в такт голосу, который, конечно же, через усилитель подает сигнал на вторую катушку, вторичную катушку, которую вы намотаете, на это реле будет изменять частоту модуляции. И мы получим частотно-модулированный сигнал, который будет принимать соседний приемник. Ну, как соседний приемник, который находится неподалеку. Но, опять-таки, если мы используем антенну и заземление, подключившись всего лишь к вот этим вот выводам, покажу еще раз, чтобы было отчетливо видно. То есть, сюда, где идет питание, мы подключаем заземление, а туда, куда не идет питание, мы подключаем антенну. Получается хороший резонатор, который позволяет нам делать радиопередачи на очень большое расстояние. Ну, не тысячи километров, шучу. Десятки метров, но этого вполне достаточно для того, чтобы поиграть в морзянку или даже поговорить голосом в радиоэфире. На этом все. Пока. Я думаю, что свое обещание я выполнил. И трехконтактный гиркон всем вам показал.